Привет, друзья! В этом видео я хочу показать вам свои раскрашенные работы за неделю. И не только раскрашенные работы, но также я кое-что нарисовала. И занималась также рукоделием, что я вам тоже покажу. Получится такой полноценный хобби-влог обо всём, что было творческого у меня на этой неделе. Начнём с самого простого. Это раскраска спиральная. И здесь раскраска с достопримечательностями. Я её раскрашиваю подряд. И раскрасила я на этой неделе вот эту статую Давида. Иллюстрации здесь интересные, и раскрашивать их интересно. Единственный недостаток, жаль, что не написано, какие именно это достопримечательности. То есть приходится самому догадываться. И хотя они достаточно известны, но было бы неплохо, если бы ещё было подписано, что изображено на картинке. А так, вот такая работа у меня получилась. Раскрашивала её зелёными ручками гелевыми. Заняло это у меня два вечера. Ну, совсем по чуть-чуть я раскрашивала. И слушала аудиокнигу. Очень удобная раскраска. Её можно раскрашивать под сериал или под книгу. И расслабляться от процесса. А следующая раскраска – это «Путешествие во времени». Это такая раскраска в стиле аниме. Здесь очень много красивых иллюстраций. А раскрасила я вот эту девушку. «Жемчужина океана» называется эта иллюстрация. И здесь девушка, она как бы выходит из жемчужины. Я решила ей раскрасить волосы таким голубым, фиолетово-розовым цветом. Всю иллюстрацию я раскрасила маркерами. И ещё карандашами немножко дорабатывала фон, особенно цветы. Платье я решила ей сделать таких цветов. Жёлто-розово-голубых. Мне кажется, это слегка напоминает жемчуг. А так как девушка ассоциируется здесь с жемчужиной, то я решила, что такое платье будет хорошо выглядеть. И, в принципе, мне нравится то, что получилось достаточно ярко и симпатично выглядит. Саму ракушку я дорабатывала карандашами. И, в общем, иллюстрация получилась яркая и достаточно красивая. Мне нравятся иллюстрации в этой раскраске. Но здесь есть минус, что очень много мелких деталей. И если в этой иллюстрации ещё вполне нормально раскрашивать маркерами, то в других ещё более мелкие детальки, которые маркерами уже не раскрасишь, а приходится прибегать к помощи ручек, либо затачивать очень тонко карандаши. Вот такой недостаток в этой раскраске. В целом же иллюстрации здесь очень классные. Так что мне тоже нравится периодически их раскрашивать. Следующая работа, которую я сделала на этой неделе, это я нарисовала вот такую иллюстрацию. Нарисовала гуашью Малевич, как и до этого иллюстрации, которые я показывала на мастер-классах. Эту же иллюстрацию я раскрашивала не на камеру. Решила вот повторить сюжет с Пинтереста. Я там увидела такую картинку, и мне прям захотелось её нарисовать, потому что вот этот котик, он напоминает мне моего кота Кешу. Он тоже такой чёрно-белый, розовый носик. В общем, очень милый котик и очень симпатичный сюжет. К тому же и бабочка очень красивая. При том, что сюжет этот выглядит красиво, а рисовать его достаточно легко гуашью. Так что у меня он занял немного времени, но зато получила я много удовольствия, пока рисовала. Такие сюжеты обычно очень легко нарисовать, а смотрятся они очень здорово. Так что я люблю найти какие-то такие интересные картинки и повторить их. Ну а в процессе срисования вы всегда получаете опыт, который бесценен и который в будущем, конечно же, помогает рисовать всё лучше и лучше. Поэтому буду стараться рисовать почаще и, конечно же, снимать мастер-классы тоже. Ну и последняя работа в раскрасках «Антистресс» у меня вот в этой книге «Цветовой квест города». И это вот эта иллюстрация. Она изображает город Сиэтл. Мне очень понравилось её раскрашивать. Я использовала маркеры. Эта раскраска довольно большая, очень большого формата, даже целиком не влезает в кадр. Здесь маркерами работать очень здорово, потому что эта раскраска односторонняя, а также получается очень ярко, очень красиво, как видите. И все иллюстрации смотрятся эффектно. И вообще сами по себе иллюстрации классные. Палитра очень хорошо показана на листе, так что и раскрашивать удобно. И вообще в этой раскраске всё здорово. Я не жалею, что я её купила. И сейчас покажу, как целиком выглядит на фото. Вот такие итоги у меня по раскраскам. А теперь хочу показать вам, что я ещё делала из творческих занятий. Я вышла вот такую брошь. И, возможно, если вы смотрели мультфильмы Миядзаки, то вы знаете, кто это. Это герой одного из аниме. Из мультфильма «Ходячий замок Хаула». Персонажа зовут Кальцифер. И вот я увидела на Пинтерест такие брошки персонажей из мультфильмов Миядзаки. И мне прямо ударило в голову. Я захотела эти брошки сделать, но я не знала, как сделать самостоятельно. Поэтому решила попробовать вышить. Вышивала я обычными нитками. Это не мулине и не специальные какие-то нитки для вышивания. Поэтому получилось так себе, как мне кажется, не очень аккуратненько. Но такую брошь можно, например, повесить на рюкзак. Дальше я сделала вот такой кулончик. Тоже, опять же, вдохновилась с Пинтереста картинкой. Но у меня получилось, опять же, неаккуратно. И вообще мне не понравилось то, что получилось. Все равно показываю вам. Пусть не удачный опыт, но опыт, тем не менее, под какую-то определенную одежду можно этот кулончик носить на цепочке или на шнурке. Дальше еще одна такая работа у меня из бисера и переливающихся бусин, таких граненых. Это такой кубик. В принципе, он довольно милый. Это будет кулончик. Можно носить с различной одеждой, либо на шнурке, либо на цепочке. В общем, посмотрим. Я не столько ради результата делаю вот эти все изделия, сколько ради процесса. Я обожаю что-то плести, вышивать и так далее. Иногда мне просто вот ударяет что-то в голову, вдохновение или как это назвать. Вот прямо очень хочется что-то сплести, что-то создать. Еще на прошлой неделе я сделала вот такие серьги на заказ. Покупательница уже их забрала, поэтому у меня осталось только вот это короткое видео. Но, надеюсь, вам тоже интересны мои изделия, помимо раскрасок и другие мои творческие процессы. Ну что же, вот такие у меня были итоги недели. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И вам интересно было посмотреть, чем же я занималась на неделе, что я сделала, что раскрасила, какие изделия ручной работы создала. Так что, спасибо вам за просмотр этого видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!